Всем привет, дамы и господа, с вами мистер Кепка. Хочу представить свой новый интересный, любопытный проект, а именно я поведаю про такую тему, к которой немногие могут обратить свое внимание, и речь пойдет про русские гоночные видеоигры. Данное видео планируется упустить еще давно, но я вспомнил про этот забытый проект и решил, так скажем, воскресить его. Я с большим трудом нашел нужную информацию и составил список из 10 таких гоночных игр, где про каждую расскажу отдельно. Также, дорогой зритель, я очень благодарю, что мой предыдущий проект, про недоцененный Need for Speed The Run, многим понравился, за что вам огромное спасибо, и все это мотивирует меня делать что-то оригинальное и качественное. Для удобства в описании ролика будут тайм-коды по тому или иному месту в топе. Моя огромная просьба поставить под этим видео лайк, подписаться на канал, если вы тут впервые, ну и не забыть включить оповещение. Также желаю всем приятного аппетита, куда кушать, заводим моторы и погнали! И первая видеоигра, которая служила открыть список русских гоночных видеоигр, стала поистине известной классикой, а именно Lada Racing Club. Тогда видеть отечественные разработки видеоигровой индустрии было еще нормально, но в жанре гонок было все куда скромнее. Нетрудно догадаться по названию, что главной, можно сказать, фишкой игры стала возможность управлять русскими автомобилями марки Lada. Сама разработка игры велась на полном серьезе, где разработчики прибегали к реальным чертежам машин и консультировались со специалистами в автомобильном деле. Команда разработчиков из 40 человек и бюджетом проекта на тот момент времени в 50 тысяч долларов сделала свой шедевр с этого года, и игра появилась на привалке в далеком и бородатом 2006 году. Также разработчики совершенно не жалели на рекламную кампанию, где они также сняли специально для игры видеоклип с участием группы каста, и благодаря чему об игре узнал множество людей. Но, как это обычно случается, ожиданий много, а на деле совершенно не то. Игра получила крайне отрицательные отзывы игроков и прессы, где главной критикой подверглась буквально все, от графики до обилия багов. Разработчики понимали свои ошибки и выпускали регулярные обновления. Несмотря на все это, игра продавалась за год в 300 тысяч копий. Девятое место можно отдать другой гоночной видеоигре, где нам предлагают прокатиться по виртуальной Москве на спортивных тачках. И это Moscow Racer. Главной особенностью при разработке игры стал тот факт, что Moscow Racer делался при сотрудничестве других российских разработчиков видеоигр, гонщиков-энтузиастов и просто любителей гоночного жанра. Разработка игры велась два года, и за это время игру даже показывали на различных видеоигровых выставках, где на них предлагали поиграть пробную версию игры. Об этом проекте даже написали зарубежные СМИ, благодаря чему весь этот проект привлек много внимания. Игра вышла в апрель 2009 года, и данную финальную версию игроки и журналисты оценили весьма средне. Главной критикой стала не графика, а физика управления автомобилями, однообразные гоночные заезды. Из достоинства отмечены реализация функций записи повтора заезда, исторические справки о районах Хорды, местами детализации трасс и машин. В целом разработчики остались довольны своим результатом, где в 2010 году они выпустили дополнение, посвященное автомобилям 1940-1970-х годов под названием «Автолегенды СССР». На восьмом месте расположилась весьма странная игра от российских разработчиков видеоигр, а именно КАМАЗ Российская Ралли. Логично понять из названия, что она предлагает поучаствовать в параллельных гонках на грузовиках. В этой игре весьма все просто. Есть разнообразные по типу локации, трассы из глубинок России, 12 грузовиков марки КАМАЗ, вполне реалистичный физическое модель управления грязью и пыли. Много рассказов про эту игру не получится, так как особо ничего нового и уникального для конечного жанра она не несет. Просто хочется отметить, что раньше в это время видеть такие игры было весьма диковинку, тем более параллельным грузовикам. Поэтому данная аркадная гоночная игра расположилась на восьмом месте в списке. Седьмое место хочется отдать игре, которая имеет отношение к нелегальным гонкам в виде стритрейсинга, и это Need for Russia 4 Moscow Night. Да, она является пародией на другую серию гонок Need for Speed. Именно данная четвертая часть получила наибольшее внимание и популярность. Игроку придется поучаствовать в ночных гонках российской столицы, гоняя за деньгами и делая ставки на автомобили, которых в игре 14 штук, а большинство из них принадлежат советскому автопрому. Но есть парочка марок иностранного производства, как Chevrolet Camaro и Hyundai Coupe. Также в игре присутствует тюнинг машин. Еще в игре весьма неплохая графическая модель, и местами качество текстур выглядит детализированно. Также, что я лично не исключаю того факта, что в каком-нибудь узком кругу эта игра могла понравиться, и за ней с удовольствием проводили время. Шестое место в списке заняла игра, которая была выобщена весьма недавно и на серьезной основе, ведь это официально лицензированная версия российского дрифта в киберспортивной дисциплине. Речь идет про RDC – The Official Drift Video Game. Тут все просто. Игроку дает возможность поучаствовать в профессиональных соревнованиях и получить атмосферу дрифта. Это даже не аркадная игра, а автосимулятор с достойной физической моделью с реалистичным и визуальным стилем. Помимо этого, можно настраивать время суток и погодные условия. Разнообразные трассы и участки не дадут расслабиться и заскучать. Еще есть возможность модифицировать любую тачку. Также в игре присутствует сетевая игра, где можно с другими игроками срадиться в данной дисциплине. В общем, можно сказать, что игра сделана на очень достойном уровне, но любителей просто пожечь резину в данной игре нашлось мало, поэтому она известна весьма узкому кругу дрифтеров. На середине списка русских гоночных видеоигр расположился тоже автосимулятор, но тут игроку дают еще больше простора свободы. CityCard Driving – целого рода даже обучающийся автосимулятор, который может новичкам освоить управление автомобилем и узнать базовые навыки езды в весьма реалистичных условиях. В игре можно спокойно освоить азы правил дорожного движения на теоретическом уровне. Горока на практике погружают реалистичную среду вместе с плотным городским трафиком, где многие могут не прибегать к ПДД. Еще на дороге могут возникнуть внезапные ситуации, как выезд на встречную полосу или перебегающий дорогу пешеход. Разработчики не поленились, добавили два специальных автотрома, на которых можно испытать свои знания и езду за рулем. Другим вещам также добавили обучение езды с прицепом и его грузоперевозка. В игре решили сделать реалистичное буквально все, например, нужно будет следить за состоянием топлива, где придется заправляться на автозаправке. Игрок может управлять машиной как с автоматом, так и кататься на механике. Можно еще попробовать побывать в роли таксиста и перевозить пассажиров. И закрепляет весь этот перечисленный контент реалистичная модель поведения машин, смена погодных условий и времени суток. Большой автопак с правой и леворульными машинами, запись своей поездки. Да блин, игра настолько стала интересна, что в нее добавили поддержку виртуальной реальности. На самом деле хочется, чтобы таких игр было много, не только от русских разработчиков, а от всех. И чтобы такие вот автосимуляторы развивались, находили своих фанатов и аудиторию. А самое главное, действительно помогали обучению вождения автомобильного транспорта. Четвертое место хочется отдать очередной попытке отчасти разработчиков создать полноценную многоходистскую игру с открытым миром. Большими просторами и, конечно же, безумными гонками, наподобие знаменитой Грандзе Аута. Мэтт Аут 2 Биг Сити как раз из таких и является неким клоном. Первая часть многим понравилась, но разработчики на этом успехе не остановились и создали вторую часть. Вторая часть игрока погружает в открытый мир, который можно изучить как пешком, так и с рулем автомобиля, которых в игре сотни. Как различных иномарок, так и покататься на уазе и даже буханке. На самом деле, это хорошая попытка создать подобную игру, но основные проблемы в ней, как большое количество багов и техническое состояние, видит довольно хромой оптимизацией. Игра, конечно, могла найти своих фанатов, но не все захотели проводить за ней много времени, устраивая полный беспредел. По ему мнению, у игры действительно есть большой потенциал, только нужно подойти к этому делу серьезнее и ответственнее. Игра может стать в разы интереснее. Бронзу в этом списке открывает, как заявил в описании разработчики, брутальные советские гонки на грузовиках. В ZIL Truck Rally Cross игроку дают покататься на легендарных грузовиках ZIL и принять участие в равенных состязаниях по всему миру. Только грязь и борьба на пересеченной местности. Как заявляют разработчики, игра находилась на стадии разработки еще 2010 года, но только в 2014 году она была сделана. Самое интересное, что игра на данный момент времени не поддерживает русский язык, но он находится в процессе. Также разработчики уделяют внимание улучшению физики автомобиля, добавлению новых игровых режимов, в том числе многопользовательского. Да, честно скажем, что данный игровой проект не выстрелил должным образом, но при этом не был похоронен. Разработчики предлагают помочь им в разработке, подвигая свои идеи и предложения. За это им, в том числе от меня, хочется сказать спасибо и хочется верить, что проект затронет не отдельных фанатов, а совершенно разную аудиторию. Предпоследний игрой в списке русских отечественных гоночных адаптаций следует отдать весьма качественным и бескомпромиссным гонкам, в том числе и настоящему бездорожью. MadRunner может подарить игроку незабываемые эмоции, где придется покорять широкие сибирские просторы за рулем навороченного бездорожного транспорта. Не все смогут справиться с рискованными заданиями, что игра дает игроку принять своего рода вызов. В большом открытом мире есть чем заняться, с отличной графикой. Игра разрабатывалась посредством игрового сообщества, так что обещания были выполнены разработчиками. В игре есть также кооперативный режим, чтобы преодолевать такие испытания вместе с друзьями. В автопарке находятся 19 автомобилей, где каждый найдет свою с уникальными характеристиками и 11 карт вместе со всеми дополнениями. Не дадут заскучать, так что кто мог пропустить данную игру, лично я рекомендую. И лидером этого списка тоже является проект по езде по бездорожью, который в каких-то моментах похож на предыдущий. Это SnowRunner. Именно игры, где нужно ездить по бездорожью, где все зависит от твоих навыков, только тайги игры могут подарить. Самое главное, это не поддельные эмоции. В SnowRunner распоряжение игроку дают управлять самыми мощными грузовиками и внедорожниками. Всего в игре 40 видов разной техники. Главной фишкой игры является специфичная и уникальная физика грязи. К тому же в игре неплохо и можно сказать достойно реализованы погодные условия, в виде дождя или снега. Можно поиграть как в одиночку, так и в кооперативе с тремя друзьями, выполняя контракты в экстремальных условиях. Игра уже нашла свою аудиторию фанатов и новичкам она будет всегда рада. Надеюсь вам, гонщики, понравилось видео, не забудьте подписаться на канал. С вами был мистер Кепко, всем удачи и до скорой встречи!